Смотрите сегодня в программе! Шорох! Последний визит! Игра включает в себя другие варианты концовок, немного улучшенную графику и новые локации. Tom Spin 2 От количества доступных опций голова натуральный идёт кругом. После сотворения своего альтер-эго начинается длинный путь к вершинам славы. Space Force Rock Universe Достойные игры этого жанра можно пересчитать по пальцам, но разработчики уверяют, что эта игра стоит нашего внимания. Mountain Blade RPG Отличительной особенностью которой является возможность не только потрястись в виртуальном седле, но и создать целую конную армию. Привет, народ! Это снова Борик и Фак. Фак — это программа о компьютерных играх, в которой мы отвечаем на ваши вопросы по прохождению и даём полезные советы. Переходим к делу. В прошлом году на свет вышла адвенчура Шорох. Некоторое время назад эту игру немного обновили. Шорох — последний визит! Включает в себя другие варианты концовок, немного улучшенную графику и новые локации. Как это всё выглядит теперь, вы узнаете сейчас. Созданная группа увлечённых аргентинских разработчиков, старомодный квест Шорох собирал по всему земному шару такую прессу, которая последняя Ларри Крофт снилась лишь в самых непристойных снах. Уважаемые издания на голубом глазу выводили игре твёрдые восьмёрки, щедро вешали и на грудь всяческие медали, а главный квестовый ресурс сайт Just Adventure объявил Scratches самой страшной адвенчурой чуть ли не десятилетия. Поставив 9 баллов из 10, расстроганная рецензионка в эмоциональном порыве срывала себе одежду, утверждая, что по сравнению со Scratches, фантасмагория — это какая-то ерунда для детей дошкольного возраста, а свою рецензию закончила выкриком «Браво! Нюхли Асис!» Однако стоит очень осторожно относиться к подобным высказываниям. Они там на Just Adventure сплошь фанаты квестов, а это, как известно, чревато последствиями. Новый шорох «Последний визит» поступил в продажу 23 мая 2007 года. Локализацией в России занимаются компания Playten Interactive и Rusabit M. Системные требования к игре таковы. Процессор 2 ГГц, 256 МБ оперативной памяти и 64 МБ видео, а также 1 ГБ на жёстком диске. В принципе, игра не сильно изменилась. Осталось тоже место действия, немного изменили внешний вид. Но в игре появились некоторые важные дополнения. Во-первых, изменили систему управления и добавили дневник главного героя. Во-вторых, добавили альтернативные концовки и ещё одну главу — «Последний визит». Все эти изменения смело можно оценить на 4 балла. За год с момента появления оригинальной игры графика немного улучшилась. Увеличили разрешение до 1024 на 768. От этого картинка стала ещё более реалистичной. Нарисовано всё так же качественно, как и раньше. Поэтому за внешний вид ставим вполне приличные 4 балла. А вот озвучка в этой игре — это то, благодаря чему шорох не просто адвенчура, а с модной и пугающей припиской. Хоррор-эдвенчия. Оценить звук меньше, чем на 5 баллов мы никак не можем. Казалось бы, как в наш просвещенный век можно напугать человека, имея в арсенале набор трёхмерных изображений, минимальную 2D-анимацию и звук. Выясняется, что ещё как можно. Scratches очень легко создаёт атмосферу за счёт двух моментов — профессиональной режиссуры и потрясающего звука. Наша общая ценка игры — твёрдые 4 балла. Сложно однозначно оценить эту игру. С одной стороны, заметны улучшения, играть интересно и узнаётся оригинал. С другой стороны, назвать эту игру популярной — язык не поворачивается. Короче, эта игра для тех, кому нравятся загадки, головоломки и кто любит шевелить мозгами. Но если вы взялись за эту игру совершенно случайно и столкнулись с трудностями, тогда смотрите наши ответы на ваши вопросы по прохождению. Первый вопрос. Разработчики обещают нам несколько альтернативных окончаний игры, но никак не могу получить никакого другого окончания, кроме оригинального. Что мне делать? Отвечаем. Сами разработчики рекомендуют использовать печатную машинку несколько раз. Видите ли, они не подумали о том, что игроки, которые будут проходить игру по второму разу, не будут использовать эту печатную машинку несколько раз. И теперь они работают над модификацией, которая упрощает активацию альтернативных окончаний. Следующий вопрос. В руководстве упоминается о системе очков, но я прошел игру и никаких очков не заметил. Помогите мне, пожалуйста. Отвечаем. Смешные они, эти разрабы. В руководстве не должно быть никакого упоминания о счете, потому что у них не получилось нормально запрограммировать эту систему, и они решили не включать ее в игру. И последнее. Обязательно скачайте пач к игре. Очень много багов. Лошади с древних времен сопровождали человека. Помогали ему как в мирное время, так и на войне. Юная студия Tailworld, состоящая из амбициозных энтузиастов, представляет на суд игроков свой проект Mount & Blade. РПГ, отличительной особенностью которой является возможность не только потрястись в виртуальном седле а-ля Oblivion, но и создать целую конную армию. Те, кому не дает покоя слава, батьки Махно и Буденова, наконец-то смогут усмирить свое супер-эго. Mount & Blade в первую очередь примечательна тем, что эта игра выношена по сути всего пятью людьми. При первом взгляде на игру понятно, что работа была проделана колоссальная. Вторая же уникальность кроется в верховой езде. Мы уже видели подобные попытки в других РПГ. В Elder Scrolls или World of Warcraft. Но при взгляде на Mount & Blade эти примеры меркнут. Чего стоят те же бои всадников на пиках? Другие составляющие игры являют собой стандартный набор для РПГ сегодняшнего дня. Тут и создание собственного персонажа и множество навыков, и система квестов, как статичных, так и случайно генерируемых, и многого другого. Уже на стадии беты видно, что игра обещает быть весьма и весьма привлекательной. Для комфортной игры вам потребуется Pentium 4 2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео и всего-навсего 130 МБ на жестком диске. Проект получил большой интерес со стороны игровой общественности, в том числе и русскоязычной, так что недостатка в квестах не будет. Отдельного внимания заслуживает боевая система. Она одновременно и проста, и запутанна. Простота заключается в интуитивно понятном управлении и небольшом количеством ключевых клавиш. Тем не менее, любой бой, особенно с превосходящими силами противника, превращается в полноценную тактическую задачу, где важна не только реакция, но и соображалка игрока. Наша оценка геймплея — 5 баллов. Выбрав перед запуском игры максимальные настройки графики и увидев, для чего они требуются, вы, скорее всего, будете слегка разочарованы. В первую очередь режет глаз неудачно выбранные ракурс камеры. Правда, езда на лошади чуть-чуть сглаживает это впечатление. Общая карта достаточно скудна и чем-то напоминает перемещение в игре Пиратес. Города и крепости в игре, хоть и содержат всех необходимых путешественников личностей, не в меру пустыны. В общем и целом не покидает ощущение того, что чего-то всё-таки не хватает. Причём везде, но всё же рука не поднимается поставить трояк. Наша оценка графического наполнения — 4 балла. Теперь о музыке. Она в игре не навязчивая, но достаточно приятная. Необходимый набор звуков присутствует, разве что можно пожаловаться на отсутствие живой речи, за исключением боевых кличей. Оружие, впрочем, звенит, лошади выдают хоть местами монотонный, но достаточно реалистичный стук копыт. В общем и целом, твёрдая четвёрка за звук. Mountain Blade — игра нетривиальная. Да, в ней много не доделано. То тут, то там вылезают мелкие артефакты. Но не будем забывать, что бета-версия на то и бета. Тем не менее, игра по своей сути в высшей степени оригинальна. Разработчики замахнулись на достаточно амбициозную идею, и несмотря на присутствующие недостатки, мы должны признать, что у них получается. И получаются порой лучше, чем у команд с многомиллионными бюджетами, которые клепают, а вы что? Лишь бы продать. Наша общая цена игры — 4 балла. Не стоит оценивать Mountain Blade сурово, хотя бы потому, что это детище небольшой группы единомышленников, а не компании-гиганта. Авторы не скрывают скромного бюджета игры и в полную силу пользуются услугами потенциальных игроков в области бета-тестинга. Но в отличие от того же Сталкера, разработчики не кормят игровую общественность невыполнимыми обещаниями и не хватают звёзд с неба. Для тех, кого эта игра заинтересовала, наши советы по выживанию в седле. Первый вопрос. А как в игре лечиться? Я не нашёл никаких поушинов или что-то вроде этого. Отвечаем. В игре нет волшебства, нет лечебных трав, нет эликсиров и тому подобных вещей. Лечение в игре производится по принципу «сон — лучшее лекарство». То есть, чтобы ваш персонаж или партия вылечились, должно пройти какое-то время. Лучше всего убивать это время в тавернах, а не в этом смысле что-то вроде поликлиник. Следующий вопрос. Как одеть союзника и распределить его очки опыта? Отвечаем. В режиме карты нажмите кнопку «Пати», выберите ник союзника в окне справа и поговорите с ним. В режиме диалога вы можете предложить ему произвести бартер, тогда откроется окно обмена. Или же вы можете попросить его рассказать о себе, тогда откроется окно персонажа, аналогичное вашему, в котором и расставляются очки опыта по достижению нового уровня. Смотрите во второй части программы. Space Force Rock Universe. Достойные игры этого жанра можно пересчитать по пальцам, но разработчики уверяют, что эта игра стоит нашего внимания. Tom Spin 2. От количества доступных опций голова натурально идет кругом. После сотворения своего альтер-эго начинается длинный путь к вершинам славы. Смотрите во второй части программы. Tom Spin 2. От количества доступных опций голова натурально идет кругом. После сотворения своего альтер-эго начинается длинный путь к вершинам славы. Space Force Rock Universe. Достойные игры этого жанра можно пересчитать по пальцам, но разработчики уверяют, что эта игра стоит нашего внимания. При словосочетании «спортивный симулятор» первое, что приходит на ум, это контора Electronic Arts с ее мыльными операми в виде FIFA, NBA, NHL и прочими. Но сегодня речь пойдет не о них. Встречайте, наследник лучших традиций большого шлема – Топ Spin 2. Спорт-симулятор, посвященный теннису, и так нечастый гость на персоналках. Но этот заслуживает отдельного внимания. Звезды мирового тенниса и победы на престижных турнирах наконец-то обрели достойное воплощение в мире компьютерных игр. Смотрите и сами все увидите. Топ Spin, вышедшая в 2003 году на Xbox, неожиданно была поразглашена лучшим в мире симулятором тенниса. Игра с переменным успехом была фортирована на PlayStation 2 и PC, после чего совершенно заслуженно стала дожидаться сиквела. И вот спустя каких-то три с небольшим года 2K Sports выпускает Том Spin 2. Сначала на Xbox 360, а буквально через несколько месяцев на PC. Что же изменилось? В первую очередь заметно, что разработчики разжились лицензиями. Теперь среди передуманных кортов встречаются и реально существующие арены. Также обстоит дело и с игроками, среди которых встречаются именитые звезды тенниса. Системные требования игры таковы. Pentium 4 — 2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 3,5 ГБ на жестком диске. В игре представлено три классических режима. Тренировки, турниры и, собственно, карьера. Лучше всего получился последний. Присутствует все, что только можно придумать. И изнурительные тренировки, представленные во всем своем многообразии. И смена тренеров, и виртуальная барахолка, и всевозможные турниры в купе со специальными событиями, к примеру, аттестации в национальные сборные или спортсоревнования с личным врагом. В общем, есть где разойтись в восходящей звезде большого тенниса. Наша оценка геймплея — 5 баллов. По правде сказать, от внешнего вида игры ожидалось большего. На твердую пятерку выполнены разве что корты. Взять хотя бы мексиканский Soul Spring Camp, на заднем плане которого видно, как одетые в национальные костюмы мариаччи играют на гитарах, ветерок слегка покачивает ветви пальм, а солнце освещает пляжные зонтики. А вот с моделями персонажей не все так радужно. Полигонов спортсмены хоть отбавляй, но подкачали текстуры. Теннисисты напоминают ожившие манекены с прорезиненной кожей. Наша оценка графического наполнения — 4 балла. Звук в игре на уровне. В режиме меню нас развлекают приятной музычкой. Игроки честно после каждого удара издают всевозможные ох, ах и ух. Особенно привлекательно этим грешат представительницы прекрасного пола. Голос судьи на каждом корте уникален и постоянное озвучивание счета нисколько не напрягает. Порой такое ощущение, что мы действительно присутствуем на трансляции теннисного турнира. Наша оценка звукового сопровождения — 5 баллов. Почти идеальная графика, максимально правдоподобная анимация движений, увлекательные тренировочные занятия, захватывающий режим карьеры, приятное разнообразие лицензий. Добавьте сюда 24 известных во всем мире теннисиста, плюс возможность создать в специальном редакторе своего персонажа, и вы получите лучший на сегодня теннисный симулятор Tom Spin 2. Наша общая оценка игры — 5 баллов. Top Spin 2 вне конкуренции. В нем нет того попсового пафоса, которым так грешат заточенные под Голливуд виртуальные трансляции футбола, баскетбола и хоккея. Теннис, как и гольф, — хобби аристократов и сильных мира сего. Игра, как нельзя лучше, передает атмосферу избранности, сдабливая ее кучей приятных мелочей. Для тех, кого заинтересовал этот проект, наши ответы на ваши вопросы и советы по восхождению на вершину Уимблдона. Первый вопрос. А какие умения в первую очередь следует развивать? Ведь их так много, помогите разобраться. Отвечаем. На начальном этапе карьеры самыми главными умениями являются сила удара — пауэр, прямой удар — форхенд и удар за спины — бэкхенд. Именно на них нужно сосредоточить свое внимание. Следующий вопрос. Я научился побеждать в первых турнирах, но как обыгрывать игроков, находящихся в первой двадцатке рейтинга? Отвечаем. Действительно, большинство матчей выигрывается исключительно разводами мяча по углам. Для того, чтобы победить чемпионов, приходится пользоваться так называемыми рискшотами, то есть рискованными ударами. Начальные знания в этой области вам даст тренер. Но для того, чтобы они у вас получались, потребуются хорошо развитые умения фокус и рефлекс. Следующий вопрос. Денег на победу в турнирах постоянно не хватает. Как еще их можно заработать? Отвечаем. Хорошую финансовую поддержку можно получить у спонсоров за выполнение отдельных заданий. Прежде чем заключать соглашение с тем или иным спонсором, изучите, за какие эвенты вам положена кругленькая сумма и выберите тот вариант, который, как вам кажется, на данном этапе легче всего достижим. Спейс Форс, Родж Юниверс, космический симулятор. Достойные игры этого жанра можно пересчитать по пальцам. Но разработчики уверяют, что нас ждет весьма и весьма достойная графика, космические сражения самого различного масштаба, от дуэлей до гигантских битв, а также большая вселенная, наполненная звездами, астероидами, черными дырами, кометами и, конечно, обитаемыми космическими базами. Кроме этого, как всегда, обещается куча квестов и сильная сюжетная линия. Что ж, давайте проверим. В начале лета Провокс Мультимедиа совместно с издательством Joe Wood объявила о начале официальных продаж еще одной игры. На этот раз это космический симулятор Спейс Форс, Родж Юниверс. Действия Спейс Форс начинаются в 2438 году, когда дальний пограничный пост землян был атакован неизвестными пришельцами. Главный герой игры — командор Джим Андерсон. Война началась, когда ему было всего 6 лет. Его отец, командующий седьмой флотилией, погиб в самых первых сражениях с захватчиками. Тогда Джим пообещал себе, что сделает все, чтобы восстановить мир во вселенной. Вот такая непростая задача ложится на плечи игрока. Впрочем, помимо восстановления вселенского счастья, вы также сможете в волю пострелять, поторговать, мило побеседовать с любой из 11 раз, представленных в игре, а в перерывах между всеми этими делами еще и покопаться под капотом на своего звездолета. Одним словом, скучать не придется. Системные требования к игре таковы. Процессор с частотой 3 ГГц, гигабайт оперативной и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске Space Force Rock Universe займет 5 ГБ. 70% геймплеяного времени вы потратите на бесконечный перелет от одной базы к другой и отстрел огромного количества врагов всех форм, размеров и цветов. Надо отметить интеллект противников, который иногда может даже вести в заблуждение игрока. Помимо этого, Space Force — это рай для фанатов политика и экономических стратегий. Возможности торговли практически неисчерпаемы, а дипломатические отношения с 11 различными цивилизациями открывают простор для самых немыслимых интриг, заговоров и прочих коварных планов. Одним словом, масштабный космический симулятор, который, кстати, очень хорошо работает даже на слабых машинах. Пятерка за геймплей. Space Force распахивает окно в звездные просторы, где тьма бесконечной вселенной рассвечены кометами и астероидами, планетами и яркими туманостями, где в невесомости парят межпланетные станции и гигантские города-мураведники. Так всё и есть. На первый взгляд игра выглядит безукоризненно. Но ничего нового в жанр с точки зрения графики эта игра не привнесла. 4 балла за внешний вид. Звучит Space Force, Rock Universe местами как консольная аркада, лазеры, бластеры — всё это напоминает самые первые серии «Звёздных войн», чего не скажешь о саундтреке. Композиции подобраны идеально и создают ощущение космоса и бесконечного пространства. 4 балла за звук. Подводя итоги, стоит отметить, что Space Force, Rock Universe — игра, конечно, на любителя. Если вы недавний фанат космических симуляторов, то вряд ли вам хватит терпения разобраться во всех тонкостях и пройти её до конца. Поэтому сегодня Space Force 2 получает всего лишь четвёрку. Space Force и Rock Universe интересен прежде всего тем, что это не простой космический симулятор, а довольно неплохая РПГ. Ваш герой исследует космос, набирается от навыков, улучшает корабль и торгует с близлежащими базами. Разобраться в такой игре, как Space Force — дело непростое. И потратить на него можно не один вечер. Но некоторые основные моменты мы рассмотрим прямо сейчас. Вопрос. Какая-то странная игра. Я летал вокруг вражеского крейсера и расстрелял всех торговцев. Но никто даже ухом не повёл, пока я открыл огонь по самой базе. Что это значит? Отвечаем. Если ваш экспериенс меньше тысячи, противники не считают вас за опасного врага. Они просто не будут терять время на то, чтобы уничтожить ваш звездолёт, пока вы сами не откроете по ним огонь. Вопрос. А как быть с торговлей? Как можно узнать, какие товары лучше закупить? Отвечаем. Напротив каждой позиции есть стрелочка. Если она зелёная, то корабль неподалёку, и вы без особых усилий сможете заработать немного денег. Кроме этого, не забывайте делать апгрейды и увеличивать количество свободного места в звездолёте. Таким образом, за один рейд вы сможете больше продать и заработать. На сегодня это всё. Меня зовут Борик Роттер. Это был Фак. Заходите в форум на сайте moustv.ru. Я и там общаюсь с вами. Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.musdifistv.ru Мы обязательно всё посмотрим и ответим на ваши письма. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!